Салют, как дела? Первая новость про Ислама Махачева и Пэдди Пимблота, который высказал свое мнение об умном стиле боя Ислама. По словам Пимблота, бой был тяжелым. Он считает, что последний раунд закончился в пользу Волкановски. Но признает при этом, что Махачев выиграл три раунда, благодаря своему контролю и умению удерживать спину соперника, не нанося при этом большого урона. Пимблот считает, что Махачев дрался умно и отметил его выигрыш. 12-ю победу подряд в UFC. В то же время это поражение было первым для Волкановски с 2013 года. Обидное для Алекса. Я думаю, Волкановский выиграл 10-8 последний раунд, плюс он забрал еще один раунд. Но Ислам выиграл три раунда с контролем и все такое. Он мало что делал в партере. Но если кто-то держит твою спину, это поражение. Даже если ты разговариваешь с этим человеком и бьешь его кулаками. Я думаю, это была ничья, потому что в последнем раунде Махачев держался из последних сил. Если бы Волкановский провел бой в стойке и бил по голове, но Махачев умен. Ислам просто зашел в гард, схватил Волкановский и держал, не нанося урона. Так что, снимая шляпу перед Махачевым, он дрался умно и выиграл три раунда из пяти. Закрытие ресторанов, связанных с Хабибом Нурмагомедовым, вызвало настоящую панику средь болельщиков и фанатов. Многие уже начали выражать свое недовольство и беспокойство в социальных сетях, требуя объяснений от Хабиба и команды. Некоторые даже предполагают, что это может связано быть с нынешней ситуацией в мире. В этой обстановке ажиотаж вокруг бренда Am It by Хабиб только усилился. Многие ждут официальных заявлений от самого Хабиба. Пока же в социальных сетях появляются все новые и новые домыслы, вызывая еще больше шума и громких заголовков. Все это создает напряженность и желание узнать настоящую правду. Ранее Хабиб Нурмагомедов высказывал со своем бизнесе в интервью, где говорил, что это не просто инвестиция, а возможность создать новую сферу деятельности и дать работу людям. Он также отмечал, что у него большие планы на развитие своего ресторанного бизнеса и что он надеется на успех своих проектов. Если бизнес действительно закрылся, то скорее всего это стало настоящим ударом для Хабиба. Он может глубоко быть расстроен и разочарован, особенно учитывая его амбиции и планы на будущее. То, что произошло, настоящее испытание для Хабиба и его бизнес-партнеров. Вы смотрите канал Антонов ММА, подписывайтесь, чтобы смотреть ролики первыми, поставьте лайк на видео, я буду вам за это очень благодарен. Скоро увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok